всем привет сергей коростелев по-честному сегодня у нас как это я в последнее время стал говорить лекция о боге вот я делюсь таким коротким субботним посланием с предпринимателями блогерами лидерами служителями всеми теми кто хочет чинить этот мир менять его и быть в нашем замечательном классном видении миллион миллионеров филантропов мы про ценности мы про христа мы про веру мы про жизнь богом и про традиционные ценности которые так сейчас на слуху и так сейчас актуальны но мы не в тренде мы об этом очень давно говорим я сам многодетный отец у меня прекрасная жена занимаюсь бизнесом в то же время я священник церкви и сегодня даже отдел майку гучи вот не для того чтобы похвастаться для того чтобы в очередной раз сказать что и священники ходят в гучи вот ну что ж друзья я сегодня с таким посланием к вам да что зачем вообще бизнесмену церковь ну то есть вот зачем бизнесмену церковь можете написать в комментариях свое мнение сейчас ну кто-то скажет ну она ему сто лет не нужна кто-то скажет да надоели эти попы на мерседесах да кто-то скажет эти пасторы обирают свою паству закалывают тучных и жирных овечек и так далее кто-то скажет ну в принципе для бизнесмена главное бизнес главное деньги они в церкви только грехи отмаливают вот кто-то скажет что да в принципе я не знаю но я вот как-то хожу в церковь по привычке на там свечку поставлю мне легко кто-то скажет ну вот я родился верующей семье поэтому в церковь хожу но знаете я всегда думаю размышляю о простом но в то же время очень сложно зачем лично мне причем даже знаешь это не важно бизнесмен ты блогер ты лидер ты публичный человек может быть даже чиновник да может быть ты на службе находишься у государства до такой служивый человек зачем тебе лично нужна церковь ну понятно если еще ладно бог да ну ладно еще на человеку нужен бог это понятно это прописные истины человек без бога не может человек без бога никто и так далее но зачем все-таки нужен этот мост между богом и человеком зачем нужен этот храм зачем нужна эта община зачем нужно это место куда люди приходят Для того, чтобы молиться, поклоняться, жертвовать, следовать свои грехи, для чего лично мне нужна церковь. Если в принципе есть и так Христос, я могу и напрямую с Богом общаться, мне посредники не нужны. И вот сегодня этот контекст мы разберем. И сначала я хочу прочитать одну интереснейшую евангельскую историю. Это Евангелие от Матфея, 16 глава, с 13 стиха. Итак, придя же в страны Кесарии, Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? И прежде давайте перенесемся в наше время. Сейчас огромное количество роликов. Мусульмане почитают Иисуса пророком. Кто-то, свидетели Иеговы, почитают Его там просто Сыном Божьим, но не Богом. Христиане почитают Христа Богом. Какие-то другие конфессии, другие какие-то деноминации еще как-то его почитают. И этот вопрос, он на самом деле не свежий. Оказывается, уже тогда, еще когда Иисус Христос ходил по земле, еще тогда, когда Иисус Христос был 33-летним парнем, который исцелял больных, воскрешал мертвых, изгонял бесов. Уже тогда он задавал этот вопрос и не кому-то, а своим близким людям и своим ученикам. Представим себе такую картину. Иисус Христос, как такой некий тренер, некий, как сейчас модно говорить, коуч, он выстраивает апостолов в шеренгу. Они такие стоят тут в одной шеренге. И он говорит, ну вы-то за кого меня почитаете? И они все начинают говорить про себя. Они начинают говорить, одни за тех тебя почитают, других. То есть он говорит, за кого люди меня почитают? Он говорит, за тех, за тех. Потом он спрашивает, ребят, а вы за кого почитаете? И тут, да, Симон Джиппетр, отвечая, сказал, ты Христос, сын Бога живого. И Петр, да, в чем его первенство, кстати, да, почему он стал как бы первым, да, среди равных, почему он стал первым среди апостолов, он как бы делает шаг вперед, он такой раз, как бы вперед, и говорит, ты, Иисус, сын Бога живого, ты Христос. А тогда для них, ну как бы, да, евреи, они ждали Мессию, они ждали Христа вот этого, да, это сказать было, ну просто нонсенс какой-то. То есть он как бы другими словами говорит, ты Бог, ты Бог. И тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин. То есть блажен это в крайней степени счастлив. Он говорит, ты, в общем, Петр, счастливый человек, еще даже не Петр, да, потому что ты, потому что ты, он ему говорит, да, тогда он счастлив, потому что не плоти кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И дальше он говорит, и я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи царства небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. И что мы видим? Мы видим, что он из Симона, Симон в переводе это шаткий, да, вот, делает его Петром, он его называет камнем, и он говорит, теперь ты получил откровение ни от плоти и крови, ни от своих предков, ни от каких-то традиционных течений, ни еще чего-то, сам Бог, он открыл тебе, что я есть Мессия, что я есть Иисус Христос, что я есть Бог, да, и ты счастлив, ты теперь счастливый человек, потому что ты принял решение, сделал этот шаг навстречу ко мне, и ты исповедал меня Господом, ты исповедал меня Христом, ты исповедал меня Сыном Божьим, ты исповедал меня Сыном Живого Бога, соответственно, ты называешь меня Богом, поэтому ты счастливый человек. И здесь первое откровение, да, счастливый человек тот, который понял, что Иисус Христос и есть Сын Божий, это очень важно. И следующее он ему говорит, все, теперь больше ты не человек колеблющийся, ты больше не шаткий, теперь ты твердый, у тебя есть твердое основание, у тебя есть твердое откровение, и никто не может положить другого основания, положить другого откровения, кроме как Иисус Христос. И дальше, смотрите, он начинает говорить интересные вещи, и он начинает говорить ему, смотри, на тебе теперь я создам церковь мою. Вот смотрите, не церковь католическую, не церковь протестантскую, не церковь православную, не церковь адвентистов седьмого дня, не еще какую-то церковь, он говорит, церковь мою, то есть церковь Иисуса Христа. И это говорится о вселенской церкви, то есть это говорится о всех верующих людях, то есть это не про поместную церковь, это все-таки про вселенскую церковь. А мы с вами еще будем разбираться, друзья, а зачем же христианину, а зачем же верующему человеку нужна церковь, как вселенская, так и поместная. Потому что многие верующие люди, они уверовали только в невидимого Бога, и только во вселенскую церковь, считая, что достаточно верить в Бога, и ты уже просто христианин, и тебе не нужна никакая поместная церковь. Мы сегодня с вами разберемся, зачем нам и поместная церковь. И дальше он говорит, что врата ада не одолеют тебя, Петр, он говорит, тебя, Миша, тебя, Сережа Коростелев. Он говорит, нет, врата ада не одолеют ее. То есть другими словами, если мы просто вот с вами, знаете, решим задуматься, приложим палец, да, и зависим на какое-то время, то есть мы поймем, что врата ада, оказывается, не одолеют церковь, а не конкретного какого-то индивидуального человека. Поэтому, конечно, если на определенного человека, если он не воцерквлен, если он не находится в церкви, если он не находится в теле, будет атака ада, то этот человек очень в редком случае сможет противостоять этому. Именно поэтому, да, он и говорит, что врата ада не одолеют ее. И дальше он говорит, что я дам тебе ключи царства. И вот смотрите, ключи царства, что связано на земле, что связано, он ему говорит, я дам тебе после того, как создам эту церковь. И вот здесь, смотрите, друзья, первое, что я хочу дать вам в сегодняшнем слове, в сегодняшней лекции о Боге, я хочу сказать, что если ты точно не хочешь прогадать, вот я не знаю, кто ты, бизнесмен, просто человек, может быть, ты риэлтор, может быть, ты самозанятый, может быть, ты блогер, может быть, ты лидер, может быть, ты человек просто, который случайно смотрит и пока еще не самоопределился, но я тебе хочу сказать, что слово создам, можешь меня проверить, в синодальном переводе пишется один раз, создам церковь пишется один раз, просто набери в поиске создам, ты узнаешь, есть еще воссоздам скиню мою, но слово создам пишется один раз. Поэтому, смотрите, ты участвуешь в создании своего бизнеса, ты участвуешь в создании своей семьи, да, Бог помогает тебе в семье, в бизнесе, в карьере, в спорте, еще в каких-то вещах, но если ты хочешь точно участвовать в Божьем Проекте, то тебе нужно участвовать в создании церкви, потому что, что Бог точно создает, Да, он создал землю, да, он создал небо, но Бог продолжает создавать свою церковь. То есть церковь, она еще не создана. Понимаете, почему? Потому что когда этот этап закроется, когда он завершится, это тогда, когда Христос придет и заберет, опять же, что? Свою церковь. Он не будет забирать отдельного человека. Хотя я всегда учу и говорю о том, что Иисус Христос это персональный Бог, ну не в смысле персональный слуга, а Бог личный спаситель. Есть такая песня Personal Jesus, да, Депешмот. То есть это личный Бог, личный спаситель. Но дальше как бы из этого истекает, что Бог, он забирает не лично человека, он забирает церковь. Когда будет пришествие, когда Христос придет, мы не знаем это время, мы не знаем времена и сроки, которые Отец положил в своей власти, но мы знаем, что Бог, Иисус Христос, будет второе пришествие. И в это верят все религии. И сейчас эту проповедь, да, вот это мое выступление короткое, да, вот под воздействием Духа Святого может смотреть мусульманин, иудей, христианин. Практически все авраамические религии, они согласятся с тем, что Мессия придет. И все ждут Мессию. И он придет, и он заберет свою церковь. Поэтому смотрите, если ты не хочешь прогадать, то тебе нужно быть в церкви и участвовать в ее создании. И если ты хочешь участвовать в деле Божьем, то тебе нужно участвовать в создании церкви. Как вселенской, как тело Христа, через проповедь Евангелия, через достижение людей, через благотворительность, через добрые дела, через помощь сиротам, вдовам и так далее, через участие в проекте Dream Hunters нашим, да, охотники за мечтами, к примеру, который мы делаем, бредотворительный. И через создание поместной церкви, потому что церковь вселенская, она строится из поместных церквей. То есть, другими словами, что будет связано на земле, то будет связано на небе, да, что будет связано на небе, будет связано на земле. И как бы вселенская церковь, поместные церкви, исповедующие Иисуса Христа, это филиалы вселенской церкви, в которые ты можешь прийти в материальном мире, потому что во вселенскую церковь, она метафизическая, она метафорическая, то есть, ты в нее не можешь ходить, ну, то есть, да, насколько бы ты не был духовен. Вот, конечно, может быть, да, ты приходишь вот в эту церковь, где все святые, Авраам, апостол Павел, все угодники, да, все святые, да, там, Петр, все апостолы, да, и ты с ними вместе где-то собираешься на небе, но я мало сомневаюсь, да, то тебе нужно своими ножками в воскресенье пойти в церковь. Кто-то по субботам ходит, да, у кого-то служение в субботу, неважно в какой день, но важно, что ты идешь в церковь. Итак, следующее, это, конечно же, присутствие Бога. Несомненно, друзья, мы можем переживать Бога хоть где. Вот мы делаем там молитвенные выезды, да, и вы можете там присоединиться на наш молитвенный выезд, ну, вот, называется проявление, и там пережить присутствие Бога, да, но если вы хотите переживать присутствие Бога не только в тайной комнате, не только на молитвенных выездах, не только где-то на речке или на рыбалке, то есть вы можете, в принципе, везде его переживать, да, но Слово Божье говорит от Матфея 18 глава 19-20 стих, «Истинно также говорю вам». Это тоже слова Иисуса, кстати. «Что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я с большой буквы написано посреди них». То есть, другими словами, Христос говорит, да, конечно, без проблем, даже ты будешь молиться один в тайной комнате, и я буду приходить к тебе, да, призывающий имя Мое спасется и так далее. Но он говорит, когда вы собираетесь вместе, двое, трое, двадцать, тридцать, то есть, да, когда вы вместе в общину собираетесь, да, потому что церковь – это не только здание, церковь – это люди, и поместная церковь – это люди, это может быть домашняя церковь, это может быть храм православный, это может быть католический, там, кирха, да, это может быть протестантское собрание, служение, да, то есть, но вы приходите и воцерковляетесь, Это может не понравиться кому-то сейчас, кто смотрит, что я предлагаю альтернативно, но это выбор человека, он выбирает церковь для себя, он выбирает для себя не Бога, потому что Бог он один Иисус Христос, но выбирает для себя поместную церковь. И, конечно, кто-то будет, может быть, говорить, ой, там есть только одна церковь, и только вот одни будут на небе, и каждая церковь, она считает, что она самая правильная, но я, знаете, в этом вопросе не экуминист, я могу сказать, но я в этом вопросе, и вам не понравится слово толерантен, но я в этом вопросе не являюсь, ну не то чтобы толерантом, я не радикален в этом вопросе, То есть, по большому счету, мне лично не совсем важно, в какую церковь вы будете ходить, в ту, в которую хожу я, к примеру, да, в евангельскую церковь, или в православную церковь, или в католическую церковь, или еще в какую-то церковь адвентистов седьмого дня, которая исповедует Бога отцом, сыном и духом святым, да, самое главное, чтобы вы не были в какой-то ереси, или в какой-то левой религии, то есть, для меня важно, чтобы вы стали христианином и были в поместной церкви и воцерквились. Это мои личные субъективные обуждения, можно со мной спорить, можно меня перевербовывать, да, но я вот верю так, поэтому я верю, что человеку нужно быть там, где есть верующие люди, потому что я сам, когда только уверовал и начал читать Библию, начал читать Священное Писание, у меня было очень много вопросов, и мне нужно было попасть в окружение, попасть в среду таких же, как и я, людей, для того, чтобы получить от них наставления, и для того, чтобы вместе читать Библию, разбирать ее и молиться. Поэтому, конечно, если вы только начинаете свой христианский путь, возможно, может быть, только стали смотреть наш канал, да, и смотрите наши проповеди и до конца не определились, может быть, вы еще в бизнес-клубе, я вам очень сильно настоятельно рекомендую начать общаться с верующими людьми. Начать, к примеру, приходить на наши бизнес-клубы в городах, потому что туда тоже приходит очень много предпринимателей. Посещать бизнес-завтраки, да, посещать служения, ездить на молитвенные выезды и, в конце концов, выбрать для себя церковь, в конце концов, воцерквиться. Это очень важно. Итак, следующее, что еще нужно предпринимателю, блогеру, лидеру, это, конечно же, Экклесиаста 4.17. Это послание мудрого, старого Соломона, да, одного из самых мудрейших людей, и что говорит нам Экклесиаст, он говорит, наблюдай за ногой твоей, как бы, друг, смотри, куда идешь. Когда ты идешь в дом Божий, то есть, когда ты идешь в церковь, потому что церковь – это дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. То есть, другими словами, смотрите, когда мы идем в церковь, конечно, мы хотим пожертвовать, как бизнесмены, да, как люди, у которых есть какой-то достаток. Мы хотим благотворительностью заниматься, мы хотим делать добрые дела, мы хотим свечку поставить, если мы православные, да, там, или католики, к примеру, или мы хотим, там, сделать пожертвование, если мы евангельские христиане, там, и претестанты, да. Мы хотим, как бы, жертвовать, но, и крестьянство говорит, ребят, жертвовать – это классно, все здорово, но когда вы идете, вы не просто готовьте свои жертвы, чтобы вам прийти, как бы, да, пожертвовать и откупиться, ну, как бы, в каком-то смысле, да, может быть, и не откупиться, а доброходно пожертвовать, да, там. То есть люди многие считают, что они своими жертвами могут замолить свои грехи, он говорит, нет, для вас важно слово, слово, потому что, когда вы приходите к отцу, да, когда вы приходите к дому, Богу, то, что вы делаете, когда приходите в гости к кому-то или к своим родственникам, вы получаете информацию от этих людей. То же самое, когда мы приходим к Богу, мы слышим слово из уст священника, и написано, что от уст священника питается народ. То есть другими словами, слово – это хлеб. Матфея 4.4 написано не хлебом единым жив человек, то есть не только нам нужны с вами продукты питания естественные, материальные, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. То есть другими словами, когда мы приходим в церковь, мы можем услышать слово Божье с кафедры, с трибуны, там, не знаю, из уст священника, получить для себя откровение, получить для себя подпитку. И поэтому, когда мы идем в церковь, мы там получаем слово. Какое это будет слово? Я не знаю. Обличение, наставление, утешение, вдохновение. То есть это слово, которое лично вам скажет наш Господь. Итак, следующее. Церковь – это, конечно же, город-убежище. Одно из определений церкви или ковчег. То есть ковчег – город-убежище. И в чем смысл ковчега или в чем смысл города-убежище? То есть город-убежище раньше – это был город, куда человек мог укрыться от преследования. То есть если он совершал какой-то грех, совершал какое-то беззаконие, совершал какое-то преступление, он мог прийти в этот город. Если он до него доходил, то его там не имели права по откровению око за око, которое было раньше зуб за зуб на Ветхом Завете. То есть раньше ты кого-то убил или совершил какую-то кражу, то тебя могли за это либо убить самого, либо наказать, либо у тебя что-то забрать. Понимаешь? Без суда и следствия. Просто родственники могли прийти, ты убил кого-то, тебя приходят и без проблем убивают. Око за око. Вы кому-то глаз как бы случайно выткнул там на работе, да, бытовая трава. Тебе пришли, тоже глаз выткнули. Но если ты дошел до города-убежища, то они там не имели права тебя трогать. То есть эта территория была сакральная. То есть там нельзя было мстить на ней, понимаете? И что такое ковчег? Ковчег это место, да, где были, помните, собраны Ной, там его родственники, каждой твари по паре, там животные, да. Он был между небом и землей, то есть весь мир тонул, да. И ковчег он был как бы на поверхности, он плавал, да. И другими словами, ковчег это место-убежище. И вот церковь для нас это тоже место-убежище. Я всегда говорю, я прихожу в церковь, у меня есть в церкви стул. Все, я сажусь на него, да, и мне классно, мне комфортно, мне замечательно, потому что я чувствую себя в безопасности. Я знаю, что имя Господа это крепкая башня. Убегает туда праведник и безопасен. Я имею откровение от церкви, что когда я воцерквлен, я нахожусь в теле Иисуса Христа. Я нахожусь в крепкой башне. Церковь, она как башня. В чем смысл башни, да. Эта башня, у нее есть стены, у нее есть забор, у нее есть укрепление, у нее есть ров, но у нее нет крыши. Это, кстати, мое такое откровение от Бога, которое я получил, да, что вы находитесь в церкви, портал всегда открыт. Ты можешь смотреть на небо, крыши нет. Ты можешь говорить с Господом и получать от него слово. Итак, и конечно же, друзья, если мы говорим про бизнес, если мы говорим про финансы, если мы говорим про наше с вами преуспевание, да, как бы вам, может быть, это слово не нравилось и не резало ваш ух, да, ну, потому что преуспевать, это везде успевать, это жить в балансе, это жить в возможности быть первым, да, быть головой, а не хвостом. Вот что значит преуспевание, а не только это богатеть в самого себя и ездить на шикарной, роскошной машине. Преуспевание в Боге, и церковь это, конечно же, место финансового благословения, сто процентов. И Малахия, третья глава, с 10 по 12 стих здесь написано, принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, «Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословения до избытка, я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь, и блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенной, говорит Господь Саваоф». И смотрите, церковь, он говорит, принесите десятины и приношения, не куда-то. Знаете, один раз я был уже верующим, там, года три, наверное, один брат говорит, да это мои деньги, моя десятина, захочу, выкину, захочу, в окошко выкину, еще что-то. И тогда, как бы, меня эти слова напугали, напугали, потому что я знаю, что десятина, да, она сакральна. Я знаю, что многим не понравится там, да, вот там учение о десятине, я, кстати, запишу отдельную проповедь про это, пойдете ее на моем канале, да, это называется «Шесть благословений десятины». Ну, то есть, потому что люди многие, да, учат так, что десятина – это проклятие, вот, если ты не будешь приносить десятину, то у тебя все будет плохо, там, и так далее. То есть, ее не надо никуда выкидывать, то есть, свою десятину нужно приносить в церковь, нужно приносить в храм, особенно, если вы верующий человек. Если вы считаете себя христианином, то есть, место посева десятины именно – это церковь. Вы можете другую десятину жертвовать на благотворительность, вдов, у евреев вообще было три десятины, да, у израильтян, то есть, но одна десятина, она должна уходить в церковь. Почему? Потому что об этом говорит Слово Божье. Принесите все десятины в дом-хранилище, чтобы в доме моем, да, в церкви была пища, и хотя бы этим испытайте меня. И дело тут не в проклятии, а дело в тех благословениях финансовых для нас с вами, как для предпринимателей, когда мы берем и десятую часть своего дохода, жертвуем в дом Божий. И об этом будет отдельная целая проповедь, сейчас не буду об этом говорить, потому что тут надо, ну, хотя бы минут 30-40, чтобы вообще эту мысль донести. Но я верю, что моя десятина, мои пожертвования, это не просто банк, куда я вкладываю небесный, да, и потом получу больше, но я знаю, что благодаря тому, что я десятину жертвую, благодаря тому, что я приношу этот хлеб, я получаю защиту шестикратную всех сфер моих жизни. И об этом говорит Малахи. И, конечно же, дальше, да, это таинство и священно-действо. Каждому из нас, друзья, особенно лидерам, особенно предпринимателям, особенно публичным людям, особенно чиновникам, каким-то начальникам и так далее, нам нужен духовник. Потому что, смотрите, Писание говорит, немногие делаетесь учителями, да, немногие делаетесь богатыми суперлюдьми, да, вот я уж от себя добавляюсь. Почему? Потому что вы понесете большую ответственность. И на нас с вами, друзья, лежит огромная ответственность. Соответственно, на нас, как на лидерах, лежит огромная духовная нагрузка. То есть, потому что силы тьмы, силы дьявола, различные искушения, различные испытания, они пытаются уничтожить нашу духовную жизнь. И нам, конечно же, нужен пастор, нам, конечно же, нужен человек, который будет нас координировать, который будет нас утешать, обличать и так далее. И очень важный момент, это, конечно, отдельно, я хочу об этом сказать, это исповедь и место исцеления церковь. И давайте прочитаем Иакова, пятую главу с тринадцатого стиха. «Злостражден ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет присвятеров церкви, то есть служителей церкви, пасторов церкви, и пусть помолятся над них, помазав его елеем во имя Господня. «И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Что значит усиленная молитва праведного? Это значит, что когда она усилена исповеданием, понимаете, то есть когда мы согрешаем, а мы все согрешаем, особенно когда мы занимаемся земными делами, бизнесом, политикой может быть, да, публичностью какой-то и так далее, мы всегда находимся в такой сфере, в такой среде, где нам приходится идти, возможно, на какие-то компромиссы, допускать какие-то согрешения в своей жизни, да, чем грех отличается от согрешения, да, потому что согрешение это в разуме может быть, да, может быть ты не, явно не грешишь, да, но в разуме все равно у тебя есть какие-то худые мысли, у тебя появляется, да, как в Писании говорит, нечестие беззаконного говорит в сердце моем, и нет страха Божьего перед глазами его, да, у тебя появляются какие-то, может быть пошлые, да, какие-то еще моменты, то есть у всех они разные, и вот смотрите, мысль мыслю никогда не убить, мысль можно убить только словом, да, потому что мысли, они как птицы, и здесь мы с помощью исповеди, с помощью того, что мы признаемся в своих проступках, в своих согрешениях перед священником в церкви, да, перед пастором, перед служителем, то есть вот мы это на духовных выездах на наших делаем, да, там целая команда пасторов служит, и вы можете прийти исповедаться, потому что бывает сложно исповедаться знакомому человеку, да, но когда человек имеет цан священника, цан служителя, вы приходите, исповедуетесь, очень классно исповедоваться незнакомому вообще человеку, да, поэтому вот в православии, да, в католицизме, в католицизме вообще даже ширма есть, да, чтобы вас не увидели, то есть это очень круто, когда вы можете прийти исповедаться, и признаться в своих проступках, чтобы вам исцелиться, и многое может усиленная молитва исповеданием, Поэтому вы приходите, исповедуете свой грех, получаете освобождение, да, и также церковь это место исцеления, также церковь это место причастия, когда мы причащаемся тайнам Христовым, да, когда мы имеем возможность пережить присутствие Бога через таинство, когда мы имеем возможность принять крещение и сделать это тоже там в рамках церкви, в рамках общины. Когда мы имеем возможность спастись, да, потому что, да, кто веровать и крещет будет, да, ну, то есть мы имеем возможность креститься, да, и стать членом церкви, вот, когда мы имеем возможность, повторюсь, исповедаться, да, когда мы венчаем наш брак и священник присутствует при нашем венчании. Вот это все то, что мы получаем в церкви, то есть можем ли мы сами себя венчать, да, ну, понятно, что Господь венчает брак, да, но мы понимаем, что венчание должно произойти в церкви. И даже если мы не глубоко воцерквленные люди, мы все равно, решив венчаться, муж, да, и жена, мы верим, что союз мужчины и женщины, да, они мужчины и мужчины, или женщины и мужчины, да, или собаки и кошки. Мы верим, что это союз мужчины и женщины, и мужчина и женщина приходят в церковь, проходят определенные процедуры и венчают свой брак, да, и они становятся венчаны. Что значит венчаны, да, они пускают Бога в свой брак, да, и их там в православиях там соборование, да, такое некое там проходит, да, и так далее, ну, то есть везде по-разному, в разных религиях. Поэтому, друзья, смотрите, важно понять, да, что нам с вами необходима церковь, поэтому я сегодня как предприниматель предпринимателю, да, вот, может быть где-то, да, так скажем, с высоты, да, своего жизненного опыта, да, я уже воцерковлен, там, больше 15 лет, да, и являюсь там членом церкви, вот, служу в церкви, да, и занимаюсь там, храмовым служением, я там помощник пастора, там, я отвечаю за молитвенное служение, занимаюсь внешним бизнес-служением и так далее. И я считаю, да, что мне церковь очень помогла, я говорю всегда, Бог это Папа, церковь это Мама, да, ну, то есть если ты хочешь как бы жить в полноценной жизни, да, полноценном себе, тебе нужен Папа и нужна Мама, да, ну, то есть потому что церковь это, ну, как бы, невеста, да, Иисуса Христа. Да, поэтому добро пожаловать в церковь, если вы хотите найти для себя церковь, или если вы хотите, к примеру, узнать о церкви, да, но вы пока, может быть, не готовы стать там членом церкви, сразу посещать и так далее, вы можете найти ссылки и добавиться, допустим, в наш молитвенный чат, да, то есть молитвенный чат христиан-предпринимателей, то есть где люди с разных деноминаций и даже не церковные люди, мы собираемся онлайн по вторникам и вместе молимся, это не церковь, сразу я вам скажу, да, но это место, где есть верующие люди, это может стать для вас мостом, для того, чтобы вам посмотреть, пощупать и сделать для себя выбор. Или это могут быть наши бизнес-клубы, да, вы можете прийти сначала на бизнес-клубы, познакомиться с верующими людьми, узнать больше о Библии, мы вам подарим Библию, вы сможете начать общаться с верующими людьми, молиться, может быть, где-то узнавать больше о Боге, да, и потом сделать для себя выбор, пойти в ту или иную церковь и так далее. Наше служение, которое мы делаем, оно как раз такое есть, мы помогаем людям сделать выбор в сторону Бога, мы являемся таким неким мостом между бизнесменом и Богом, между блогером и Богом, между лидером и Богом, да, между тем человеком, который ищет какой-то духовный поиск, духовный смысл и хочет вот так же в простоте, как сегодня, да, я вот в сегодняшнем послании думать, размышлять и так далее. Кто хочет разобраться в Библии, кто хочет разобраться в каких-то духовных вопросах и дальше сделать для себя выбор, там, стать ему христианином, да, или не стать, вот, ну, лучше стать, да, стать ему воцерковленным человеком или все-таки там не стать, там, ну, лучше воцерквиться, да, я уже в этом сегодняшнем слове много об этом сказал. Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал, обязательно пошлите, перешлите эту проповедь, это послание какому-то своему знакомому предпринимателю, который, может быть, ушел из церкви, да, или который пока только думает пойти, раскидайте ее по каким-то чатам предпринимателей и прочее. То есть здесь явный и понятный вопрос, зачем бизнесмену нужна церковь. С вами был Сергей Коростелев, сообщество «Бизнес по-честному», помните, что честным быть выгодно. Еще у нас есть классный, замечательный, мощный проект «Охотники за мечтами», да, это благотворительный проект, который мы делаем командой, это тоже наше служение. Мы берем детей с многодетных семей, с одиноких, с особенностями развития, то есть это аутисты, инвалиды или просто талантливые дети. И мы также им раздаем удочки, то есть мы им не просто финансово помогаем, мы им даем возможность развить свой дар и талант в долгую. К примеру, научиться петь, научиться играть на скрипке, стать спортсменом, то есть мы помогаем в длительную, в долгую этой семье, этому ребенку. И через это мы им проповедуем Евангелие, как всегда, делами. Здесь будет информация об этом служении, вы также можете найти ссылку или сделать себе, да, с телефона, навести камеру на скриншот и сделать добровольное пожертвование. То есть все эти деньги, они в прозрачную уделяются на благотворительность. Если это есть в вашем сердце и вы хотите стать одним из этих миллионеров в будущем или, возможно, уже вы сейчас, да, филантропов, то добро пожаловать. С вами был Сергей Коростелев и проект «Бизнес по-честному». Помните, что честным быть выгодно и да благословит вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok